Так, ну что ж, девчонки, всем большой привет! Меня зовут Наташа, вы снова на моем канале. Сегодня я поменяла место дислокации, закрылась от всего мира и ушла в подполье. Шутка. Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим? Сегодня в мои руки попал замечательный тулбус с кистями от Morphe Brushes в коллаборации с Jacqueline Hill. Это вот такой вот тулбус, который состоит, точнее, вот из таких вот двух половинок. И если его разложить, он превращается в такую магическую коробочку. Данный набор состоит из тулбуса и 21 кисти. Что в него входит? В него входит большое количество кистей. Смотрите, сколько. Целый-целый набор. Вообще здесь все, что надо и не надо. Я, честно вам скажу, что я им уже красилась, я уже его потестировала, я уже знаю, какой он в работе, и я влюблена. Сразу вам скажу, что все кисти, которые находятся в этом наборе, мне очень-очень приочень понравились. Но чего я здесь не нашла, так это кистей для губ и кистей для бровей. То есть оформлять брови, рисовать стрелки, рисовать губы. Здесь будет попросту нечем. Итак, давайте тогда начнем. Я буду потихонечку краситься, буду выполнять свой ежедневный макияж. Ничего особенного показывать не буду, сказала Наташа. И начала краситься тенями Виктория Бекхом. Ну, так ничего особенного просто. В общем, выполню макияж по вашей просьбе. Это макияж с Викторией Бекхом вот этими вот бронзовыми однушками, которые вам тоже полюбился, и вы просили снять с этими тенями макияж. Поэтому вот я, пожалуй, недолго думая, решила взять самое простое, что у меня оказалось под рукой, и сделать макияж. Вот. У меня на лице ничего нет. Абсолютно чистое прыщавое лицо. Поэтому давайте я начну краситься. И, в общем-то, буду использовать из кисти вот из этого тубуса. То есть все от нанесения тона до полного макияжа глаз. Я буду использовать только кисти из данной. Так, начнем. Сейчас я соберу волосы, чтобы они мне не мешались. Вот. И сделаю такую прическу супер-мастера. Вот. Надеюсь, вас это не сильно испугает. Вот. В конце я все распущу, и все будет красиво. А пока так. Итак, с чего я начинаю? Я беру свой любимый тон Estee Lauder WM. Он у меня сейчас в оттенке пока еще pure beige. Это 21. И наношу его вот такими вот капельками. На щеки и подбородок. Вот. Потом буду разносить. Беру из этого набора вот такую вот кисть Morphe 439M. И разношу по лицу, пока крем не успел застыть. Данный крем очень быстро схватывается. Поэтому желательно, конечно же, работать с ним достаточно быстро. То есть он не пластичный. Точнее, он пластичный, пока он не засох. Вот. Как только он засох, трогать его нежелательно. Потому что будет сниматься и будет оставлять дырки. Это будет не очень красиво. То есть этот тон, в общем-то, не предполагает какого-то наслоения, либо поправления в конце. То есть можно поправлять, но уже такими тампующими движениями растягивать его, когда он засох и схватился будет невозможно. Как вы видите, я использую эту кисть в разных техниках. То есть здесь я вот такими поглаживающими, зашлифовывающими движениями работала. А с этой стороны, в общем-то, где мое пятно, да, которое нужно маскировать, я вот с тампующими движениями наносила. Извините, пришлось немножко помолчать. Вот. Вот. Покрываем тонким слоем. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. И, в общем-то, оформляю лоб. На лбу у меня пока высыпание. Это мои пост воспалительные процессы. Поэтому, дабы их перекрыть получше, я вот такими вот тампующими движениями все это наношу. Немножечко на глаза и брови у меня попадает тон. Ничего страшного. Вот. Тон достаточно с хорошим покрытием. Перекрывает практически все с первого раза. Все, что не перекрыл тон, буду перекрывать консилером. Все, что не скрыл тональной основой, я беру консилер. Это у меня тарты в оттенке light-medium. И маскирую дальше свои несовершенства. Свои прыщи, пост акне, воспалительные какие-то процессы и прочее. И беру для этого кисть E8. Она тоже синтетическая, вот такая вот, как бочоночек. Очень удобная, кстати, очень такая пластичная. Начинаю с олба. Томпующими движениями, так как нам все-таки надо перекрывать, я именно прибиваю. То есть не мазками уже распределяю консилер, а именно утаптываю. Иначе мы будем все снимать. Вот там, где у нас снялось или не перекрылось, наношу просто или еще. Добавляю. И перекрываю до тех пор, пока не перекрою. Консилер тонкий, но с очень хорошей и укрывистой способностью. Вот, под глазами тоже очень хорошо лежит этот консилер. И кисть его очень хорошо распределяет. Мне очень нравится. Вот, кто у девчонки спрашивал, посоветовать им кисть для консилера, у кого была там у нас сверхчувствительная кожа, кому кисти кололись, присмотритесь вот к синтетике. Синтетик очень хорошо распределяет, что консилер, что тональное средство, и не колется. Так, ну вот, все несовершенствия я перекрыла. Дальше можно приступать к бровям, например. Вот здесь нет щетки. Вот, это у нас проблема, конечно. Поэтому я возьму кисть Анастейшу, вот такую вот. Это у нас номер... Вы постоянно спрашиваете меня про кисти для бровей. Это у нас номер 12. С одной стороны у нас вот такая обычная скошенная кисть, с другой стороны ёршик. Мне, собственно, нужен ёршик только. Вот, поэтому что я делаю? Я причесываю брови, укладываю их по форме. Извините, у меня кошка тут с жажды умирает, поэтому начала лакать. Брови свои я оформлю карандашом Tarte. С одной стороны здесь карандаш, а с другой стороны прозрачный фиксирующий гель. Вот, нам нужен будет карандаш пока. Так, заполняю пространство внутри брови. Вот, бровь у нас одна появилась. Сейчас я оформлю вторую бровь и вернусь к вам. Ну вот, я оформила обе брови. Оставляем пока брови в покое. Дальше давайте красить глаза. Уже. Хочется глаз. Итак, для макияжа глаз сегодня я буду использовать кремовые тени Charlotte Tilbury в оттенке Bette. Это вот такие вот золотистые тени. Я возьму кисть из козы. Это номер M433. Вот такая вот. Она похожа на MAC 217 либо на N-Beauty A16. В общем-то, вот такая плоская. Кисть из козы. Ей будем наносить. Наношу на все подвижное веко. Подтушевываю края. Тени наношу прямо до складки. Тут же их растушевываю, чтобы они не успели схватиться. Их можно было растушевать в красивую дымку. На нижнее веко в качестве базы, подложки. Я тоже буду использовать эти тени. Кисть, конечно же, колючая, девочки. По сравнению с Hakuhoda либо M-Beauty. Это, конечно, совершенно другой формат кисти. Кисть, на самом деле, нормальная абсолютно. Но просто, когда вы уже имеете опыт работы с другими кисточками, да, и вы знаете, где у какого бренда что представлено, да, и что у N-Beauty они не кольт, что они нежные, что у Hakuhoda тоже они не стрижены, во-первых. Да, эти кисти, они стрижены, поэтому, естественно, они у вас будут колоться. Ну, как бы, это нормально абсолютно. За такие деньги это даже не обсуждается. Но в целом кисть вполне пригодная для того, чтобы краситься, либо учиться краситься. Эта кисть абсолютно нормальная. Я вам в конце видео в итоге сделаю обзор полностью на весь кейс, какие кисти там есть. И вы увидите то, что каких только кистей там нет. То есть можно попробовать любые формы, любые, как вам сказать, не состав, а материалы кисти, да, из чего она собрана, данная кисть. И можно делать этими кистями абсолютно любой макияж. Вот, вот совсем любой. И, по крайней мере, для того, чтобы набивать руку и получиться этих кистей, вот, более, чем достаточно. Итак, вот мы нанесли подложку, да, базу нашу. И сейчас время все это дело закрепить. Закреплять я буду сразу нашими тенями Victoria Beckham. Вот это вот однушка. Называются они Eye Metals Ombra Metallic Bitter Glove. Я их буду носить пальцем. Пальцы мне нравятся их больше всего. Набивать, растушевывать я буду кисточкой. Он сразу дает такой красивый эффект. Тем более золото на золото. Пока не застыли кремовые тени, они очень хорошо цепляются, ложатся. И в качестве подложки просто идеально. Ну, смотрите, какая красота выходит у нас. Можно, конечно же, и кисточкой наносить. Но, мне кажется, будет совсем другой результат. Знаете, что еще я вспомнила? Что в этом наборе сейчас буквально вот сказала, что можно наносить тенью кисточкой. И поняла, что здесь нет ни одной плоской кисти, чтобы наносить, набивать тень. Понимаете, да, про что я говорю? Про какую кисть? Это, ну, типа вот такой вот плоской кисти. Нет ни одной. То есть самая плоская кисть – это вот эта, которой я наносила тенью. Можно, конечно же, и ей попробовать. Давайте, кстати, устроим ей тест-драйв. И нанесем тени кистью на второй глаз. Вы знаете, неплохо она набирается. Но все-таки, так как это коза. Вот, но интенсивность, конечно, хромает. Что я могу сказать? Нанесение кистью более мягкое. Ой, как она колется, не могу просто. Аж прям сейчас реветь хочется. Можно я все-таки продолжу пальцем? Пальцем мне нравится намного больше. Я даже не буду брать себе в помощь другие кисти из своего основного кейса. То есть, либо пальцем, либо морфи. Все. Для тушевки давайте я возьму какую-нибудь кисть из козы. Самая обычная, классическая. Это у нас номер М513. И немножко потушую складку века. Ну, тушевать там особо сейчас пока нечего. Для тушевки я беру тени Tarteist. Это вот из этой палетки, в общем-то, гигантской. Хочу взять коричневый и оранжевый. Я хочу взять вот этот коричневый и вот этот оранжевый. Смешиваю их и наношу в складку века. Соберу свой любимый карандаш MAC в оттенке кофе и обвожу верхнюю слизистую. Я это делаю закрытыми глазами. Мне так просто удобнее. Когда вы делаете макияж подобными тенями, то есть они у вас могут быть коричневые, серые, зеленые. Лучше бы, чтобы ресничный край и край ресниц, он был очень контрастным. Поэтому не забывайте прокрашивать верхнюю слизистую, дабы увеличить количество и густоту ресниц. Также я довожу карандаш по слизистой, прям вот до внутреннего уголка глаз. И обвожу также по нижнему краю. Мало кто любит такой эффект, но так надо. Жирно прорисовываю по нижнему ресничному контуру. Дальше мы будем просто растушевывать все это. Так что не бойтесь, вот так не останется. Ну-ка какой будет удобный тушевать. Ну вот, маленький очень удобный. Это у нас номер Е36. Карандаш мы растушевали. Теперь я беру из этой же палетки вот этот темно-коричневый оттенок теней и дублирую все. Растушевываю просто все с тенями, чтобы у нас не голый карандаш был на рейке. Вот. Я беру нашу первую кисть, к которой мы наносили кремовые тени. Это М433, которая как МАК-217. И набираю немножко оранжевых теней, вот этих вот, которые мы смешиваем с коричневыми. И подтушевываю край тушевки. Добавляю оранжевый цвет. То есть коричневый у нас переходит в такой оранжевый. Вот. Наш глаз становится все больше и больше. Так, мы совсем забыли про наш второй глаз. Давайте оформлю его. Я знаю, что не всем нравится подобный макияж. Мне много писали, что такой активный макияж нижнего века очень тянет веко вниз. А мне нравится. Так что, девочки, все на любителя, как я и говорю. Ну что же, едем дальше. Тоже кисть бочонок. Это у нас Е17. И возьмем из той же палетки Тортеист вот эти вот сияющие тенюшки. И высветлю внутренний угол уклада. Я тут особо не усердствую, а прям вот такими вот аппликативными движениями высветляю его. Вы не получите таким способом четкого рисунка во внутреннем уголке и высветлиться столько, сколько нужно. И немножечко под бронь. Прямо самую-самую малость. Я очень редко пользуюсь Торлером, потому что тушь, которую я использую, любую, в общем-то, делает достаточно хорошие ресницы. Хорошо их приподнимает, дает объем. То есть я подкручиваю их больше за счет прокрашивания. Мне кажется, просто керлер, он вот подкрутил ресницы, а когда мы начали их прокрашивать тушью, они как бы так чик и немножко спадают. Поэтому смысла особого я в подкручивании ресниц не вижу. Макияж можно сделать еще более ярким, если вместо коричневого карандаша взять черный. Так, ну вот, я накрасила оба глаза тушью, и вот что у нас с вами получилось. В общем-то, ничего особенного на самом-то деле. Макияж самый-самый наипростецкий. Вот, поэтому двигаемся с вами дальше. Дальше мы с вами будем оформлять лицо. У нас же лицо еще не оформлено. Потому что на фоне таких глаз и бровей, лицо кажется вообще очень-очень бледным. С чего я начинаю? У нас здесь есть румяна. Румяна в виде суфле Бека, оттенок Watermelon. Давайте вот это попробуем. М530 она называется. Это тоже коза. Такая грубая достаточно коза. Ну, в общем-то, достаточно сносно наносит. Здесь я уже не чувствую колется она, не колется. Ну, ничего не колется. Также на нос, на периферии лба, на подбородок и немножко на веки, добавляя в складку. Так, ну что, румян мы нанесли. Время делать коррекцию. Для бронзера я буду использовать вот такую вот большую кисть. Это R2. Видите, она такая вот достаточно большая и плоская. И бронзер я буду использовать Аургласс. Вот такая вот поднушка. Это Nude Bronze Light. Ну, вот мне ей несподручно как-то бронзировать лицо, честно говоря. Я привыкла круглой кистью делать. Знаете, типа вот такой вот. То есть вот она вот этим своим плоским срезом, грубо говоря, бронзирует сразу тебе пол лица. А здесь нужно как-то вот извращаться и защеляться, чтобы получилось то, что хочется, а не получается. Можно, конечно, взять из набора вот такую вот большую, самую гигантскую кисть. Она похожа на кисть от Lamer. Lamer. Это E41. Видите, какая она гигантская по сравнению с этой. Еще больше. Вот, можно ей, кстати. Давайте ей испробуем. Ну, вот, ей дело сразу лучше пошло. Ой, напылила-то, напылила. Немножко нос. Опасно, конечно, такой кистью бронзировать нос. Можно сразу полубитца забронзировать. Кисть волшебная. Наимягчайшая просто. Ну вот. Лицо приобрело цвет. Так, дальше я беру палетку хайлайтеров. Тоже у меня Hourglass. И возьму кисть из набора M510. Это вот такая вот маленькая кисть. Она похожа на А10 от Mbeauty. И возьму вот этот вот хайлайтер, который такой с розовинкой. Так, и что у нас еще осталось? Остались у нас губы. Давайте мы сделаем темно-коричневый нюд. Это у меня помада Delilah, Delilah, Belief называется. Вот такая вот темная, темный нюд. Я люблю последнее время помаду наносить вот таким способом. Либо пальцем, либо прям самой помадой. То есть я так вот наношу. Четкого контура я не делаю. Хочется при моих и без того немаленьких губах иметь их еще больше. Поэтому если вы контур не делаете, то вот так вот подтушевав, губы явно не будут казаться маленькими. Вот такой вот у нас макияж с вами получился. Распускаем нашу красоту. Хватит сидеть с гулей. Вот. И достаточно быстро. А теперь давайте поговорим о наших кистях, которые у нас идут в тубус. Смотрите. Первая кисть у нас это вот такая вот для пудры, для бронзера, который я наносила в бронзер. Она очень пушистая, это тоже синтетика, она очень плотно набита, но она невероятно мягкая. Просто, мне кажется, ей можно делать абсолютно все. Для бронзера она более чем неходящая. Вот эта кисть больше подходит, мне кажется, для пудры. Если вам нужно что-то припудривать, допустим, да, то есть вот прям непосредственно наносить пудру. Либо можно ее использовать для румяна, но тогда уже не для суфле. Она просто в банку с суфле не залезет. Для каких-то сухих текстур, типа вот такого размера, да, если для румяна используют. Но вообще, мне кажется, она просто для пудры. Идеально. Это тоже все синтетика. Для тона. Для тона здесь предполагается вот эта вот кисть синтетическая, как буки, плотно набита. И она мне очень понравилась. Дальше мы использовали вот такую вот кисть для румяна. Ну, в общем-то, ей можно делать также и коррекцию лица, корректировать нос, лоб. Но мы ей наносили румяна. Она просто идеально подходит для баночки с суфле. Вот она туда прям очень удобно помещается. И вот ей удобно таким же способом наносить румяна. Вот это из козы с плоским срезом. Есть такая же аналогичная и с черной козы, с таким же плоским срезом. Вот они две одинаковые идут. Единственное, здесь ворс чуть подлиннее, здесь чуть покороче. Но по качеству она такая же, в общем-то, даже, мне кажется, мягче. Вот таких вот две кисти у нас идет. Потом у нас дальше кисть, которую мы использовали для хайлайтера. Это вот такая вот. Но эта кисть также универсальная. То есть не только хайлайтер ей можно наносить. Можно и тот же консилер распределять под глазами. Но это больше, опять-таки, наверное, для клиента. Вот клиенту мне было бы ей удобно красить. Себе консилер наносить не очень-то. Вот. Можно что-то сметать. Можно что-то подтушевывать, растушевывать. Вот. Для консилера я на себе использовала вот такую вот кисть синтетическую. Вот. Она, конечно, за счет того, что ворс достаточно короткий, она хорошо ложится в пространство под глазами и хорошо вычищает его. Видите? И не колется за счет того, что это синтетика, девочки. Кто спрашивал, кисть для консилера, которая будет не колоться, вот, пожалуйста, морфи, либо любая аналогичная, бочонок, вот такого вот большого размера и ничего не колется. И очень хорошо распределяет консилер, что на лбу, что под глазами, что вот в любом месте можете ее применять. Так. Дальше у нас ходовые кисти для глаз. Давайте я соберу сразу все, которые у нас здесь имеются, и поговорим о кистях для глаз. Это универсальные кисти, которые должны быть у любого визажиста, либо девочки, которые любят макияж. Смотрите, сколько аналогичных кистей в этом наборе. Здесь вот прям у меня столько кистей. В моем домашнем и рабочем кейсе нет, мне кажется. Сколько в одном наборе здесь. Смотрите, здесь есть универсальная кисть для растушевки и нанесения теней по типу МАК 217, плоская. А дальше пошли вариации на тему, как говорится. Дальше они все идут растушевочные, но они немножко разные формы. Есть с плоским срезом небольшого размера. Есть такой же вариант примерно. Есть две с плоским срезом одинакового размера. Две свечки маленькие. Одна свечка, но побольше. Еще одна свечка побольше, но из, знаете, ворс. Это коза, но она помягче, чем вот эта белая коза. Видите, и эта свечка. Ей очень удобно тушевать, особенно в складку века. Но так же, как и вот эти. То есть видите, сколько аналогичных кистей. Вот, смотрите. Все по парам. И как бы вот. Это одна, и вот две. Каждые два репопаря, как говорится. Видите? Раз, два, три. И еще одна такая универсальная. Очень много кистей для глаз. И особенно, если, допустим, вы используете этот тубус не только для себя, а для работы. Вам очень много сразу на замену чистых кистей, которыми можно воспользоваться для тушевки, подтушевки, растушевки, тушевки. В общем-то, для подчищения вашего макияжа глаз, если вдруг что-то осыпалось. Очень-очень-приочень удобно. Вот. Дальше я возьму все маленькие кисти бочонки, которые у нас здесь имеются. И детальные кисти также попались. И поговорим про них. Так. У нас есть одна детальная кисть из козы. Это вот такая вот свечечка, но очень-очень маленькая. То есть ее, скорее, надо было вот в предыдущую группу запихнуть. Но это все-таки детальная кисть, и она из козы. Это для детальной проработки именно складочки века, нижнего края. Очень удобная и очень мягкая. Свечка именно. Вот. А дальше у нас идут бочонки. Давайте вот так вот по росту их поставлю. Они все одинаковые. Они все из синтетики для тушевки карандаша по верхнему и нижнему веку. И они просто все разного размера. И все. В общем-то, это все их отличия. Смотрите. Видите? Вот такие вот. Вот самую большую, средняя и маленькая. Также есть здесь вот такая вот детальная кисть. Она, скорее всего, я даже не понимаю, из пони, по-моему, сделана. Она прям совсем маленькая. Ей можно также, как карандаш, тушевать. Можно бровь попытаться оформить. Я, в общем-то, пыталась, точнее, хотела ей оформить бровь, но оформила просто карандашом и все. Но, по сути, ей можно оформить бровь. Просто придется потом очень много почищать консилером. Вот. Поэтому кисть такая нужна. Кисти, которые у нас остались в нашем кейсе, забыла вам сказать про вот такую вот универсальную кисть. Она, в общем-то, для всего подходит. И для пудры, и для румяна, и для коррекции, и для хайлайтера. В общем-то, кисть подойдет для всего. Единственное, наверное, ей кремовые продукты будет носить не очень, так как она достаточно упругая. Вот. И... И все. Вот. Также есть вот такая вот кисть-свечка. Прикольная. Я ей наносила только хайлайтер. Набирала и наносила хайлайтер. Можно, в общем-то, коррекцию ей также выполнять. Какими-нибудь, допустим, более темными, скульптурирующими румянами, пудрой. Именно вот скулы наносить, да? Либо нос корректировать. Очень удобно. Она достаточно длинненькая и упругая. Видите? Из черной козы сделана. Это коза стриженная. Да, коза козочкой пахнет. Вот. И достаточно такая мягкая. Ну, конечно же, она колется. Вот. И остались две вот такие вот кисти. Одна из них самая непонятная. Это вот такая скошенная кисть. Я думала-думала, для чего же она сделана? Что ей надо делать такое? Ну, девчонки мне подсказали, что, скорее всего, это для кремовой коррекции. Нос ей можно корректировать, к примеру. Либо использовать для кремовой коррекции скул. То есть вот так нанести и оттушевать. Но так как я не пользуюсь просто жирной коррекцией, да? Жирными корректирующими средствами. То для меня эта кисть, в общем-то, абсолютно бесполезная, бесхозная. Что ей можно делать? Я не знаю. Гигантские брови, например, прорисовать. Либо, я не знаю, губы точно нет. Больше я не знаю, для чего. И вот такая вот предполагается кисть для губ М4-3-2. Но красить прям вот губы скорее вряд ли, потому что она достаточно широкая. А вот почищать контур губ, к примеру, да? Если вы делаете четкий контур, например, с красной помадой. Либо пространство под бровями. Либо вот так вот над бровью. То, что я обычно люблю делать. Она очень даже пригодилась бы. Странно, просто что мне вот лично не хватает в этом наборе, это обычного ёршика. Вот такого вот для бровей. Просто хотя бы вот этот спулер был бы. И в набору просто не было бы ему цены. Вот. А так вот все, что мне нужно, в этом наборе и есть. Поэтому я его всячески рекомендую. И кто для себя ищет идеальный набор кистей, недорогих, то вот пожалуйста. Особенно смотрите, как они в таком прекрасном тубусе вот так вот складываются. И вот так вот место мало занимает. И тубус такой достаточно красивый сделанный. То есть вот он просто берете так. И чик, у вас коробочка с кистями. Пожалуйста. Видите, как удобно. Килы закрыли. И он у вас не пылится. Кошкина шерсть туда не летит. Так что все прекрасно. Ну что ж, вот такой вот обзор у меня получился. Пишите, что вы думаете по этому поводу. У кого, может быть, уже есть такой набор кистей. Делитесь своим опытом, мнением. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Пока-пока.